Новый эксклюзивный репортаж о пропаже строго секретной разведывательной информации в конце правления Дональда Трампа. Журналисты CNN представили публике настоящую информационную бомбу, где фигурируют Путин, Дональд Трамп и американские выборы. Тайна пропавшей папки. Как при Трампе исчезла коллекция необработанных российских разведывательных данных. Казалось, такое возможно только в американском кино. Но нет, это современные реалии политического мира. Прямо сейчас разбираемся, что известно о тайной папке и ее содержимом в деле российского вмешательства в американские выборы. Обвинение касательно российского вмешательства в американские выборы, благодаря чему Дональд Трамп стал президентом США, сопровождали его на протяжении всей каденции. Я убежден, что хотя действия России вообще не повлияли на исход выборов, позвольте мне сказать, что это совершенно ясно. И я говорил об этом не один раз. Я согласен с заключением разведывательных служб о том, что вмешательство России в выборы 2016 года имело место. И вот в последний день перебывания на должности президента США, как утверждают журналисты СНН, в поле внимания Дональда Трампа был только один вопрос. В конце президентства Дональда Трампа пропала папка, содержащая строго секретную информацию, связанную с вмешательством России в выборы. Речь идет о скрытых разведывательных данных, которые легли в основу оценки правительства США. О том, как российский президент Владимир Путин пытался помочь Дональду Трампу победить на выборах в 2016 году. В издании уверяют, что в последние часы пребывания в статусе президента Дональд Трамп усердно работал над тем, чтобы рассекретить информацию разведки касательного вмешательства России в американские выборы. Трамп потратил годы в попытках опубликовать эти материалы. По его словах, это могло подтвердить его заявление, что российское вмешательство в выборы было обманом. В свой последний день на посту президента Трамп действительно издал приказ о рассекречиванию материалов, но он не был выдан до того, как он покинул свой пост. Учитывая сложную американскую бюрокадию, команда Трампа работала над легализацией указа практически одновременно с тем, как Джо Байден готовился присягать на верность стране. Указ был выдан в последний день. Затем было издано поручение генеральному прокурору об исполнении. На самом деле на это уже не было времени, чтобы указ был введен в действие. Политические назначенцы ушли. Государственные служащие готовились к смене власти уже на следующий день, когда Байден станет президентом. Именно поэтому этого и не случилось. Таким образом эти документы и в настоящее время остаются засекреченными. Но провальная попытка рассекретить документы лишь полбеды. Спустя годы стоит известно о пропаже секретных документов, которым в последний раз видели именно в Белом доме. Я видел значительную часть, если не все данные этого расследования. Агент ФБР в отставке в свое время был уволен со службы в связи с расследованием, где тот в личных переписках обещал остановить Трампа и не дать ему победить на выборах. Сегодня он уверяет, что имел доступ к документам, которые не могут отыскать более двух лет. Речь идет о более чем двух тысячах страниц информации. Это не пара документов. Это не два десятка страниц. Это тысячи страниц. Он не раскрывает содержание, но обращает внимание на то, что из-за факта пропажи в стенах Конгресса было проведено отдельное секретное заседание. Потенциальная потеря этих документов была настолько серьезной, что разведывательное сообщество решило, что им необходимо передать это разведывательному комитету Сената и проинформировать о потенциальной потере этой информации. Эксперты обращают внимание на то, что вся серьезность дела состоит в том, что речь идет о необработанной разведывательной информации. Меня беспокоят попытки получить, а затем отредактировать эту информацию, а затем ее опубликовать. Потому что это не та информация, которую просматривали или анализировали, чтобы все мы действительно понимали, о чем на самом деле эта информация. Сегодня единственное, о чем журналисты позволяют себе уверенно заявить, так это предположение, что потерянная секретная папка не найдена. Спустя чем более два года после исчезновения, эти данные, похоже, до сих пор не найдены. С отсылкой к бывшим работникам администрации Дональда Трампа уверяется, что последний, кто мог физически контактировать с документами, был глава аппарата Белого дома Марк Медоуст. Мы не знаем, что именно случилось с пропавшей папкой. Есть одна теория, которая возникла из показаний Кессиди Хэтчинтон, бывшей главной помощницы руководителя аппарата Марка Медоуза. Она заявила комитету 6 января, что, цитирую, «почти уверена, она отправилась домой вместе с мистером Медоузом». Она сказала, что папка хранилась в сейфе офиса Медоуза, пока над ней еще не работали. Несмотря на публикацию громких фактов касательно утери разведданных о вмешательстве России в американские выборы, вопросов к этому делу намного больше, чем ответы. Мы пытались получить комментарии из офиса ЦРУ, управления директора национальной разведки и в Министерстве юстиции. Все они отказались от комментариев. Предвыборный штаб Дональда Трампа также не ответил на наши запросы прокомментировать дело папки. Все это говорит о том, что тайна этой пропавшей папки остается загадкой.